Всем приветики! Стал бы сказать немножко по поводу интерфейса, что плохо то, что они собираются удалить старую версию. Вот старая версия творческой студии ютуба, а вот новая версия. И сейчас пока что есть возможность перейти в старую версию творческой студии, классическую. А к концу 2012 года они уже уберут эту возможность и все, и останется только этот интерфейс. И это очень плохо, потому что он неудобный. Он был в бета-тестировании, сейчас он уже вышел из бета-тестирования и скоро вообще полностью перейдет на него сайт. И здесь, ну даже если сравнить, здесь все так удобно, все так понятно. А здесь как-то так все для меня вообще неудобно. Тем более здесь вот есть кнопочка уведомления. Нажимаешь и все действия, которые происходили, показываются. Здесь такой кнопочки нету. плюс здесь как-то все функции так показаны. А здесь как-то чего-то и не хватает. То есть вот... Ну как-то здесь более так все... Даже вот если перейти в менеджер, здесь и здесь... То здесь вот как-то удобнее. Здесь вот тебе сразу все показывается. Ты можешь вот нажать, допустим, вот сюда. Нет, не сюда. А куда? Вот сюда. Нет, нет, нет. Она на новый раздел перебрасывает. А как от этого отказаться? Перейти в обновленный раздел? А, она уже не показывает. Ну в общем, раньше нажимаю сюда, тебя показывала аналитику. Сейчас уже ее не показывает, к сожалению. Да. Но в плане... В плане даже вот если перейти посмотреть, допустим, на твои какие-то... В плане даже отметок вот зайти посмотреть, здесь все так вот подробненько показывается, где вот есть какие-то что-то не так. Здесь если... Здесь нет ничего такое. Тебе нужно идти по фильтрам. Вот есть такой фильтр на всякие жалобы. И при этом... Здесь есть значок, и ты сразу его заметишь. А здесь просто надпись. Ты ее даже можешь не заметить. Тем более, здесь всего три показывают. Хотя, на самом деле, их больше. То есть, как-то он так работает, непонятно. И помимо всего этого... Помимо этого... Так, это, наверное, в каждый отдел нужно переходить. А, да, это просто по разделам идет. Ну, в общем, как-то неудобно сделали. В комментарии тоже, если перейти. Вот комментарии, где они? Как-то раньше все более проще было. Вот сейчас заходишь, у тебя так... Вот все обсуждения, вот какие-то конкретные, там, твои публикации. А здесь все сразу, как конкретно и не перейдешь. У тебя только... Только поиск получается. Это очень неудобно. Ну, не знаю, как по мне, вообще максимально неудобно. И меня всегда удивляет вот это вот желание людей испортить то, что идеально. Зачем портить то, что идеально? Вот смотришь на это и видишь идеальный интерфейс. Здесь все максимально круто. Но у людей всегда появляется желание испортить то, что идеально. То есть, вот чей-то глаз смотрит и его прямо аж раздражает, что здесь все идеально. Ему хочется нести какой-то изъян. И они выносят его. И это печально. Даже вот редактирование, к примеру, я вот хочу отредактировать. Вот сюда заходишь. Здесь все так удобненько, пожалуйста. Сюда заходишь. Вот сравнить, к примеру. Как здесь все расположено, все так красивенько, так классненько, все понятненько. И как здесь все так разбросано, все как-то так вот. Здесь все картиночки в одном месте, здесь как-то все так в разных. Здесь информация, вот она здесь. Здесь она как-то вот так вся что-то, где-то все такое большое. Здесь все, что можешь сделать, вот оно вверху. Здесь как-то что? Куда лезть? Что? Чего? Вообще непонятно. Аналитика. Вот зачем мне в редактировании аналитика? Здесь вот все отдельно. Если ты хочешь аналитику, то ты переходишь в специальный раздел «Аналитику». И здесь она вот тебе тут же показана. Хотя раньше, если ты хочешь конкретно, конкретно вот об этом видосике аналитику, нажимаешь на просмотры, и тебе показывают аналитику. Но сейчас уже естественно не показывают, типа идите в новый. И они заставляют идти в новый. Вот. А здесь в редактировании аналитику всунули. Заходишь в редактор. А что? Теперь собраны в одном разделе. Перейти к редактору. Ну, редактор, наверное, все-таки круче стал. В том плане, что здесь функций побольше. И можно и развернуть, и добавить что-то. И мне так кажется, да, и вырезать, наверное, можно. Я так думаю. А может, нельзя. Да, обрезать можно. В старом такого нельзя, а не сделать круче. То есть сам редактор они сделали круче в новой версии. Но именно восприятие, визуальное восприятие сложное, очень сложное для меня лично. Очень сложно. Вот как-то вообще. Мне в 10 раз проще вот здесь вот редактировать, чем здесь. Поэтому новый интерфейс, что-то мне прям вообще не нравится. Я буду максимально долго, насколько-то возможно, сидеть на этом. А потом с грустью в душе перейду на новый. А что делать? Придется, да. Как-то так вот. Вот. Такие дела. Это все, что я хотел сказать. На этом все. Всем пока-два. Субтитры сделал DimaTorzok